И прошу Евгению Василенко, Женя, прошу компактно, быстро, исполнительный директор РПП Отечественный Софт, импортозамещение ПО, технологическая независимость, развитие экономики. Экономику в последнюю очередь? Ну ладно. Просто на слайде в последнюю, не в последнюю. Коллеги, добрый день. Я представляю Ассоциацию разработчиков программных продуктов Отечественный Софт. Мы объединяем компании российские, которые разрабатывают тиражируемое программное обеспечение. И в нашу ассоциацию входят как отечественные проприетарные разработчики программного обеспечения, так и те российские компании, которые на базе свободно распространяемых продуктов, на базе программного обеспечения с открытым кодом делают системы, заточенные под клиентов, заточенные под российский рынок и так далее. Например, вот компания Antlinux входит в правление нашей ассоциации, и, наверное, известно всем, кто занимается свободным программным обеспечением. И должны отметить, что тенденции количества таких компаний в нашей ассоциации все больше и больше. И, конечно же, это связано с тем, что действительно СПО позволяет создавать продукты, используя уже имеющуюся базу, используя уже существующие наработки достаточно быстро. И, собственно, поэтому хотелось бы в этой аудитории рассказать о той теме, которая, на наш взгляд, сегодня может быть актуальна, как никогда, и получила какое-то новое развитие. Об импортозамещении сейчас говорит и первое лицо государства. И мы видим, что все больше и больше появляется в свете последних событий, материалов на эту тему. И хотелось бы поделиться с вами нашими предложениями, нашими видениями этой проблемы. И сразу сказать, что СПО, на наш взгляд, как раз и является окном возможностей для импортозамещения программного обеспечения в нашей стране. Не буду подробно останавливаться на этом слайде, так как Владимиру большое спасибо. Уже Владимир сказал про технологическую независимость. Полностью поддерживаю согласно, согласно, ассоциации согласны с предыдущим докладчиком, что технологическая независимость ни в коем случае не должна определяться как изоляция от внешнего мира. Ни в коем случае мы не должны говорить о том, что мы должны закрыть буквально рынок и использовать только то, что есть сейчас. Неважно, качественно это или некачественно. Конечно, здесь важны вопросы и качества, и конкурентоспособности программного обеспечения. Важно взаимодействие с мировым сообществом в этом аспекте. Но, тем не менее, нельзя забывать о тех реалиях, которые есть уже сейчас. И эксперты по информационной безопасности уже достаточно давно говорили о том, что технологически мы уязвимы. И что иностранные спецслужбы вполне могут вести прослушку, могут контролировать действия пользователей, в том числе и государственных служащих, и представителей госкорпораций, и получать информацию, которая для нашей страны очень важна. И с этим в настоящий момент уже даже никто не спорит. Потому что это факт, который признается, и эта информация получила очень большую огласку. И более того, мы в смежной с нами сфере, в сфере обслуживания банковских карт, увидели прецедент, когда компании были вынуждены заблокировать и не обслуживать российских пользователей определенных банков, и мы почувствовали, что действительно мы зависим от иностранных фирм-разработчиков. Дай бог, чтобы это не случилось в сфере программного обеспечения, но тем не менее, нельзя забывать, что гипотетически такая возможность существует, и технически такая возможность существует. И абсолютно хочу поддержать Владимира, что необходимо создавать альтернативы, необходимо создавать свои продукты и использовать свои продукты уже сейчас, не дожидаясь каких-то критических мер. Дай бог, чтобы их не было. Говоря про развитие экономики. Конечно же, это не последний, не второй по значению фактор. Интересно, что сейчас в последнее время все больше круглых столовых форумов экономических тоже связаны с темой импортозамещения. Например, на Красноярском экономическом форуме был представлен доклад о том, что рост ВВП наблюдался в тех секторах экономики, где государством активно проводится политика импортозамещения, а в других отраслях уже послабее, похуже. И какие государства могут использовать инструменты для проведения политики импортозамещения? Это, конечно, тарифное и нетарифное регулирование. И одним из важных инструментов этой политики является поддержка государства, спросом со стороны государства на отечественные программные продукты. И на наш взгляд этот механизм достаточно важен. Он важен и в нашей стране. И переходя к следующему слайду, могу сказать, что мы изучили систему государственных закупок программного обеспечения в ряде стран. В том числе вот здесь представлены две страны БРИК, которые достигли в последнее время в сфере разработки отечественного программного обеспечения, национального программного обеспечения очень хороших результатов. И представлена США как вот та страна, чьим программным обеспечением мы сейчас в большинстве своему пользуемся. И мы видим, что все эти страны используют инструмент госзакупок как инструмент поддержки отечественного производителя. И нигде в этих странах мы не увидели одинаковых условий для участия разработчиков из всех стран. Где-то есть ценовые преференции, где-то есть ограничения на использование, но тем не менее преференции отечественному производителю все равно отдаются. Что касается России, то здесь не так. Пока в настоящий момент равные права у всех для участия в гостендерах, в госконтрактах. И собственно на наш взгляд эта ситуация не совсем нацелена на развитие российского рынка. И собственно исходя из этого некоторые наши предложения по импортозамещению программного обеспечения. Что на наш взгляд целесообразно сделать? Прежде всего мы считаем, что необходимо создать реестр отечественного программного обеспечения. Реестр что должен показать? Во-первых, реестр должен показать, какое отечественное программное обеспечение у нас есть на данный момент. Потому что всем понятно, что не все задачи перекрывают рынок отечественного софта. Не все решения у нас в стране есть, но тем не менее необходимо понимать, какие же все-таки решения есть, а каких принципиально важных нет. И кроме того, реестр отечественного программного обеспечения может быть основой для выбора отечественных разработчиков программного обеспечения, потому что, общаясь с представителями заказчика, мы слышим о том, что не знают люди о том, какие же есть у нас отечественные программные продукты. И вот на ликвидацию этого отсутствия знаний как раз и направлен реестр отечественного софта. Стимулирование спроса со стороны государства на отечественное программное обеспечение. На наш взгляд, пункт достаточно важен, о нем я уже говорила. Но, на наш взгляд, при государственных закупках для конкурентоспособного, для качественного программного обеспечения должен быть определенный приоритет. Это не должно быть ущерб качеству, это не должно сказываться, конечно же, на эффективности тех решений, которые мы внедряем. Однако, мировой опыт показывает, что это рабочий инструмент, и мы считаем, что его целесообразно использовать и в нашей стране. Стимулирование разработки отечественного программного обеспечения. Здесь важно понимать разработчикам со стороны государства, какие технологии сейчас не существуют, какие из них критические, и какие будут востребованы. И прежде всего, на наш взгляд, необходимо... Уже последний мыслайник. Необходимо понимать, на что бизнес должен бросить все силы. Какие технологии необходимо разрабатывать в первую очередь, для того, чтобы удовлетворить спрос со стороны государства на критически важные продукты. И опять пункт связан с статистикой использования доли отечественного программного обеспечения в государственном секторе, в первую очередь. На наш взгляд, необходимо понимать текущую ситуацию, текущее положение дел. Согласно стратегии развития IT-отрасли, не более 25% используемого программного обеспечения в нашей стране является отечественным. Но, тем не менее, эта цифра очень общая, ее необходимо разделить по сегментам, необходимо отслеживать закупки в государственный сектор, отслеживать долю закупаемого отечественного программного обеспечения как по целям, которые решает и задачам это программное обеспечение, так и посмотреть, какие финансы государство тратит на российские продукты и на иностранные. Спасибо. Спасибо, Женя. Спасибо всем участникам. Я приглашаю всех участников на сцену. Я правильно понимаю, сюда в кресло. И приглашаю ведущего Андрея Колесова, обозревателя PCV Cрашен Эдишн. Коллеги, попрошу быстрее. Мы немножечко перебрали свое время, но практически... Практически... Практически...